Дом купца Мазепы, ЗАГС, детская поликлиника и офис врача общей практики сегодня находятся под особым контролем власти. Ведь здесь полным ходом идут строительные и ремонтные работы. На выездной строительной планерке глава Славянского района Роман Синеговский оценил темпы и качество работ, производимых на этих важных для славянцев объектах. Порядка 45 миллионов рублей из средств краевого бюджета было выделено на реконструкцию исторического памятника архитектуры дома купца Мазепы. Такое решение в ходе своего визита в Славянский район принял губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Ремонт рассчитан на 2019 год, но уже сегодня на этом объекте полным ходом идут работы. Какой процент из объема выполнен? Открытие, что уже 50% здания делали, проведено, просто прячется в штургатуре. По крыше какой процент выполнения? На 90% металла. Металл, кроется металл. Ну, цвет отлично, серебро. Вы до 25-го числа укройки? Да. На 90% специальным металлом перекрыта крыша. Полностью демонтированы пол, старая штукатурка. Ведётся укрепление потолка и стен. Фирма-подрядчик, зашедшая сюда, имеет опыт реставрации памятников культуры и производит ремонт, сохраняя все особенности архитектуры. Знакомые всем посетителям здания камины, отделанные изразцами, останутся в своём первоначальном виде. Будет полностью сохранена лепнина на фасаде здания. Ремонт проходит и в Славянском ЗАГСе. Частично средства на него выделены из муниципального и краевого бюджетов. Более 13,5 миллионов рублей было направлено на создание в Славянске-на-Кубани офиса врача общей практики. На этом объекте уже закончены строительные работы, совершается отделка помещений, распланированы работы по благоустройству территории перед офисом. Предполагается, что медицинское учреждение будет оказывать помощь жителям Южного микрорайона города, который значительно удалён от имеющихся поликлиник. К финишу подходит и ремонт второй очереди детской поликлиники. За два года на реконструкцию здания поликлиники было выделено более 15 миллионов рублей. Во всём помещении заменены инженерные сети, окна и двери. Демонтаж пластиковых панелей со стен и их отделка позволили расширить пространство коридора и сделать его светлее. Работы завершены на 85%. В конце декабря мы уже планируем открыть детскую поликлинику после капитального ремонта. Вторая часть поликлиники также будет выдержана в яркой цветовой гамме и детской стилистике. Мария Климова, Георгий Калинин, Константин Монастеренко. Программа «События».